Задолженность населения перед Севгорводоканалом составляет приблизительно 16 миллионов гривен, сообщает начальник департамента сбыта коммунального предприятия. В связи с этим Севгорводоканал не может погасить свои долги. Очень болезненно для нашего предприятия. Мы не можем своевременно производить оплату за потребленную электроэнергию. И сейчас ряд объектов у нас уже отключены от электроэнергии в первую очередь. И под угрозой отключения уже второй очереди объектов, это связанное с водоснабжением. Руководство Севгорводоканала идет на радикальные меры. Подает иски на опись имущества неплательщиков в районные суды. Те жители, чей неоплаченный долг в течение трех месяцев превышает 500 гривен, могут лишиться своего движимого имущества. Мы открываем исполнительное производство, даем срок на самостоятельное исполнение. А если люди не исполняют самостоятельно, вынуждают нас приходить, описывать имущество и продавать его с торгов для закрытия долга. 18 мая рейд не увенчался успехом. Хозяева либо не открывали двери судебным исполнителям, либо вовсе не присутствовали дома. Еженедельно во всех районах города проводятся подобные рейды. Если должника не застают дома, судебные исполнительные оставляют в двери или в почтовом ящике специальное уведомление. В уведомлении мы оставляем явление на прием государственному исполнителю каждый вторник, у нас приемные дни, для приема платежей и квитанции об оплате. Если должник не является на прием государственному исполнителю в течение двух месяцев, судом выдается разрешение на принудительное изъятие имущества в размере накопившегося долга. Если человек не открывает дверь, обращаемся в суд за принудительным вхождением, привлекаем органов МЧС для вскрытия дверей, после чего описывается полностью имущество и вывозится. Руководство предприятия «Севгорводоканал» напоминает, своевременная оплата счетов за воду избавит горожан от неприятных ситуаций. Иван Клепачев, Игорь Демченко, Севинформбюро.